Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о бренде, который завоевал сердца огромного количества визажистов. Эта косметика просто на ПМЖ поселилась в кейсах у очень многих профессионалов, ну а я, как самый топовый бьюти-блогер и самый востребованный визажист и настоящий тормоз, открыла для себя эту марку только сейчас, и я имею в виду бренд PZ. Как настоящий профессиональный визажист или дозорный на стене, я сегодня облачилась в черное, чтобы соответствовать статусу этой косметики. Я прошу прощения за частые отсылки в последнее время к Игре Престолов, но мне кажется, это сейчас настолько актуальная тема, все, по-моему, смотрят восьмой сезон, я в том числе, каждый понедельник для меня это целое событие, и мы устраиваем прям кинопросмотр с попкорнами, закусками, всеми делами. Мне интересно, сколько из вас смотрят этот сериал, отзовитесь в комментариях. Но я предлагаю еще больше не затягивать это вступление и переходить к макияжу. И по нашей с вами внегласной традиции начать я хочу с того, что мне не понравилось. Я не знаю, почему так складываются события, но даже когда я делаю видео о каких-то фаворитах и о том, что мне понравилось, первый продукт почему-то в последнее время всегда это что-то, что мне не понравилось, и мне это приходится упоминать. Ну и сегодняшнее видео не будет исключением. Традиции вообще-то нужно чтить. И продукт, который мне не понравился, это, к сожалению, палетка от PS All About You. Вообще в целом палетка красиво выглядит, к ней никаких претензий, тоже растяжка оттенков, я уверена, очень многих привлечет, потому что это больше такая холодная нейтральная гамма, как раз то, о чем меня постоянно спрашивают в комментариях, что посоветуй, пожалуйста, какую-то вот такую вот гамму. И, казалось бы, вот так вот на нее смотришь и думаешь, ну в чем может быть проблема. Свотчи тоже выглядят очень внушительно, то есть если просто вот так вот попадешь на нее в магазин, посвотчишь где-то на руке, то не узнаешь, в чем там подвох. А подвох как раз таки вылазит, когда начинаешь делать с ней макияж. Я хочу для вас сейчас сделать такой краткий обзор этой палетки, и для того, чтобы сэкономить время, пока я буду вам рассказывать об этой палетке, я вам буду еще и показывать макияж, который я вот сегодня буду для вас выполнять. И я не знаю, то ли это я такая привередливая, но мне такая формула теней не нравится абсолютно. У меня сложилось такое впечатление, что в эти тени как будто инкапсулированный какой-то праймер, не разглаживающий, и когда начинаешь их растушевывать, первый оттенок растушевывается просто, века даже по ощущениям становится такое супер гладкое, как будто сатиновое на ощупь. Вот как после каких-то разглаживающих праймеров, вот когда трогаешь свое лицо, и оно прям такое как скользкое по ощущениям, вот то же самое на веках происходит. И проблема в том, что когда пытаешься наслоить другие оттенки, они просто не хотят прилипать к веку, потому что настолько какая-то скользкая поверхность образовалась, что чуть-чуть где-то там прилипает, но начинаешь растушевывать, и оно как смахивается, или создает такую как полупрозрачную дымку. И вот из-за этого очень сложно какие-то точечные работы делать, не просто вот что-нибудь как бы растушевать, чтобы получился какой-то средний оттенок, который можно составить из вот этих вот матовых, например. Может быть это, конечно, я, Рючи Крючи. Мне эти танцы с бубнами не нравятся. За ту же стоимость я могу купить одну или даже несколько палеток Colourpop, которые намного больше соответствуют, по крайней мере, моим личным предпочтениям. Как я уже сказала, я много раз ее тестировала, и засняла для вас два варианта макияжа, которые мне больше всего понравились с этой палеткой. Один из этих макияжей был на мне в видео Гош, там был такой темный смоки-ай, очень многим он понравился, но я очень много времени потратила для того, чтобы добиться вот этой насыщенности, вот этой глубины, мне было сложно, реально. И второй макияж, который я вам хочу показать, мне понравился гораздо больше, и вообще он был с использованием вот этого оттенка, который называется Prosecco, и это, наверное, самый красивый оттенок из всей палетки. Вот действительно, вот этот металлик очень красиво выглядит, все остальные как-то, ну, не сказать, что прям плохо, но и не вызывают у меня какого-то восторга. Короче, если подсуммировать все, что я сказала, то в целом я не считаю, что эти тени ужасные, плохие или отвратительные, они нормальные, но учитывая стоимость этой палетки, мне кажется, стоимость слишком высока за такое качество. Если бы она стоила хотя бы на треть дешевле, это был бы уже другой разговор. А сейчас давайте вернемся немножко назад во времени. У меня исчезнет макияж нижнего века, а также консилер, но все потому, что я хочу показать вам один продукт, который заслуживает вашего внимания. Эта база называется Hydra Base Under Makeup, и по большому счету это просто классическая увлажняющая база под макияж. И судя по ее составу, естественно, перед тем, как заказывать, я проверила ее состав, ну, я не увидела там ничего сверхъестественно. То есть, опять-таки, та же база от Anneli, я вижу, что там много полезных ингредиентов. Здесь среди активных ингредиентов глицерин, который увлажняет, смягчает кожу, и также здесь гиалуроновая кислота есть в составе. Но также здесь и огромное количество просто обычных смягчающих агентов, которые сугубо синтетически ничего из себя там сверхъестественного не представляют. Поэтому я не знала, чего точно ожидать мне от этой базы, но она меня очень впечатлила. Во-первых, после ее использования очень приятные вот просто ощущения на коже. Такое впечатление, что я нанесла хороший увлажняющий крем, который убрал напрочь любое чувство сухости, стянутости, которое до этого могло у меня, например, быть. Во-вторых, кожа становится более сияющей. Это, в принципе, тоже ему бонус. В-третьих, тактильное ощущение. Тоже вот кожа становится как будто более гладкой. В общем-то, в заключение могу сказать, что мне нравится, как он справляется со своей работой. Если вы ищете недорогой увлажняющий праймер, который будет делать все, о чем я перечислила, то можете попробовать, я думаю, он вам тоже очень понравится. Для ресниц у меня есть тушь от Peza, которая называется 3D Adore Lash Mascara. И самое главное у меня было в приоритете, когда я выбирала тушь, которую я хочу попробовать, это чтобы была нормальная щеточка, не слишком гигантская. В принципе, ее очень сильно хвалили, поэтому давайте я вам сейчас ее продемонстрирую. Если честно, в последнее время я столько туши перепробовала. Что мне очень трудно сейчас выделить вот эту и сказать, чем она конкретно особенная. Как мне кажется, и вот сейчас я надеюсь, что вам это видно, она более удлиняющая, чем какие-то другие, которые я в последнее время тестировала. Эффект от нее, в принципе, неплохой. Но в то же время, чтобы я увидела какой-то, ну, сумасшедший просто результат, то тоже я бы так не сказала. А сейчас начнется самая интересная часть этого видео, потому что, если вы меня спросите, в чем сила? Я бы сказала, что сила у него в продуктах для лица. Вот здесь сейчас начнутся комплименты, которые будут звучать и направо, и налево. Практически все, о чем я буду рассказывать дальше, мне очень понравилось. И я считаю, что это изумительная продукция, особенно если мы рассматриваем ее в этой ценовой категории. Качество там действительно присутствует. Что касается их тональных основ, я, честно говоря, сначала растерялась, я не знала, что выбрать, но я точно знала, что я хочу взять какие-то новинки, для того, чтобы это видео было интересно смотреть и тем, кто уже знаком с этим брендом, и узнать о каких-то новинках просто этого бренда, и для тех, кто абсолютно ничего не пробовал, вот как я, вот такой вот тормоз, который только в 2019 году впервые этот бренд попробовал. Так вот, из новинок я взяла вот эту тональную основу, вернее, скорее, это DD Крем, Daily Defense. Здесь эта формула насыщена антиоксидантами, у нее есть SPF 30, и также комплекс против загрязнения воздуха. То есть, по сути, нам поэза дает понять, что это продукт для дневного использования, для того, чтобы в дневное время сделать макияж, и все тылы у вас были прикрыты. Ну и, естественно, мне хотелось тоже протестировать какую-то классическую формулу. У них очень много всего, и матовые, и сатиновые, какие угодно. Меня больше всего прельстила вот эта вот баночка, которая называется Lifting Foundation, то есть это лифтинговая тональная основа, и о ней мы поговорим немножко позже. Я также засняла все процессы, как я это наношу, как это держится на протяжении дня, макро, в общем-то, все как надо. Но сейчас я хочу начать с вот этой тональной основы, и нанести ее себе на лицо. Я уже несколько раз тоже ее тестировала, и вы знаете, самое главное, что я хочу о ней сказать, это то, что она действительно вот идеальный вариант для такого быстрого повседневного макияжа. Это не вариант макияж без макияжа. Я недавно делала для вас такое видео. Это все равно нужно будет достать спонж, растушевать это все, чтобы это красиво все выглядело. Но в то же время, если вы делаете этот макияж дневное время, и вот просто целый день ходите, а вечером уже смываете, вечером вам макияж не нужен, то вот это отличный вариант. Она действительно очень красиво, как будто тает в коже, и сливается с текстурой кожи. Такое впечатление, что в принципе особо макияжа на мне никакого нет. Мне тоже нравится, что у нее есть SPF, потому что очень многие из вас, вот признайтесь, очень многие из вас игнорируют SPF и не наносят его как часть ухода. И как видите, консистенция у него такая жирненькая немножко и более вязкая, плотная. То есть вот так вот буквально я его могу размазывать, знаете, как масло по бутерброду. Покрытие у этого тона тоже чуть ниже среднего. Не ожидаем, что все прям до последнего изъяна будет перекрыто, но в то же время общий тон лица выравнивается, какие-то мелкие несовершенства перекрываются, все остальное прорабатываем консилером. Сугубо по декоративному эффекту я вам скажу, что мне очень нравится, как эта тональная основа выглядит. Не перегружена, очень красиво. У меня какой-то даже вид с ней, не знаю, как будто действительно это моя кожа, но вот как-то лучше. Она не идеальная все равно, но она какая-то такая, как будто я за ней ухаживаю, постоянно хожу к косметологу и пускай где-то какие-то изъяны все равно просвечивают, но такое ощущение, что просто вот какое-то дорогое лицо. Вот так вот я бы ее описала. Что касается ее стойкости, то на мой взгляд она очень неплохо держится. Единственное, в конце дня у меня общий вид становится какой-то более зеркальный что ли. Не могу сказать, что жирный. Вот это не жирность кожи, а именно вот как будто у меня лицо более заполированное, как будто я тонкой вуалью хайлайтера себя покрыла. Вот как-то так он выглядит. Кожа однозначно гораздо более лоснящаяся, но тоже принимайте во внимание, что я никогда не поправляю тональную основу на протяжении дня. Вот как нанесла, так и проходила до конца дня. Если вы будете поправлять макияж, то наверняка у вас даже все будет гораздо лучше. А теперь информация для тех, кого интересует не только декоративный эффект, но еще и состав. Состав в целом очень неплохой. Вот действительно достаточно много здесь хороших ингредиентов, но вот зачем туда было класть денатурированный спирт, я не понимаю. Мне лично обидно, потому что теперь я понимаю, что я не буду пользоваться этим кремом, по крайней мере на повседневной основе, так это точно, потому что я для себя приняла решение избегать этого компонента и в своем уходе, и в косметике, которой я пользуюсь. И мне это напомнило аналогию, знаете, это все равно, что приготовить черепаший суп с кубиком Галины Бланки. Зачем? Но я все-таки должна отдать должное этой тональной основе, я не ощущаю этот спирт, когда тональная основа на мне. Обычно спирт я сразу чувствую, потому что он очень сильно сушит мою кожу, и я вот прям чувствую, как все стягивается, как кожа начинает болеть, как кожа начинает зудеть, это очень неприятное чувство. Вот здесь наличие спирта реально для меня стало открытием. Я чисто для галочки села перечитывать состав, потому что я изначально не обратила на него внимания, потому что это была новинка, и мне очень хотелось именно новинку попробовать, поэтому я выбрала эту тональную основу. И вот я взяла коробочку в руки, начала перечитывать состав, и такая в общем-то, как вы правильно понимаете, если вас абсолютно не заботит факт наличия спирта в составе, то покупайте, я думаю, вам понравится декоративный эффект, особенно если у вас нормальная или сухая кожа. Если же вы избегаете спирт в составах тоже своей продукции, то, конечно же, этот вариант не для вас. Возможно, для вас будет вариантом вот эта тональная основа, потому что у нее состав хороший, это такой базовый химический состав, ничего сверхъестественного, но в то же время какой-то бяки здесь тоже нет. Мне эта тональная основа очень понравилась, но это скорее, знаете, полная противоположность вот этого диди-крема, потому что если вот это дневной вариант, то это однозначно вечерний. Вот это тот тон, который я буду брать, когда мне нужно, знаете, на выход сделать макияж, может быть, там, мы с мужем идем на свидание куда-то в ресторан, хотя здесь и указано, что это среднее покрытие, по факту, в принципе, так и есть. Но эта тональная основа гораздо более преображающая, то есть ее начинаешь наносить и она достаточно много всего перекрывает и создает тебе как будто новое лицо. Как видите, по нанесению я не угадала с оттенком, у меня, кстати, это оттенок 101, для меня он слишком темный, это скорее мне так надо хорошенько загореть для того, чтобы он стал моим оттенком, но все остальное в этой тональной основе на мой взгляд безупречно. Опять-таки, эта тональная основа которая идеально подойдет либо для нормальной, либо уже для сухой кожи. Я не думаю, что это хорошо будет смотреться на жирной коже, потому что финиш тональной основы сатиновый, она действительно красиво так сияет, светится, и вот для сухой кожи, для более увядшей кожи это выглядит красиво и действительно это преображает в лучшую сторону. Для жирной кожи, ну, скажем так, там и так сияние хоть отбавляй, поэтому зачем? Что касается именно лифтинг эффекта, то, естественно, ни одна тональная основа вам не сделает в прямом смысле слова эффект лифтинга, но из-за того, что у нее вот этот сатиновый финиш, вот создается ощущение, как будто кожа становится моложе. Что касается ее стойкости, опять-таки, для меня это отличная стойкость, я не заметила, чтобы она ни где-то трескалась, ни как-то ужасно выглядела, ни жирнилась, ни лоснилась, ничего такого сверхъестественного, все достаточно обычно, да, где-то местами она может чуть-чуть разрушиться, где-то местами она чуть больше блестеть начинает, но опять-таки, я не поправляю макияж на протяжении дня, ничем не припудриваю, ничего такого не делаю, поэтому, как мне кажется, стойкость у нее тоже очень хорошая и вид в конце дня очень достойный. Так, мы готовы идти дальше, и я сейчас хочу поговорить о бронзере. У меня это бронзер из линейки, ну, просто бронзер. И я себе взяла оттенок 2P. Что касается самого бронзера, то, как видите, он достаточно темный и насыщенный, и он такой, на самом деле, и на лице тоже. И вот эта буквочка P, мне кажется, отвечает за подразделение pink, потому что бронзер немножко более красноватый. И это, мне кажется, его плюс, потому что, когда я наношу этот бронзер, доходит прям до смешного. я получаю столько комментариев по поводу того, что я выгляжу загорелой, вот именно загорелой. Хотя я постоянно наношу бронзеры, и постоянно, когда я делаю макияж, на мне бронзер какой-то есть. Но, тем не менее, только с вот этим меня спрашивают, ой, ты такая загорелая сегодня, а что, где-то была? Да, была на Lady Makeup и заказала вот этот бронзер. Как я уже и сказала, бронзер этот достаточно темный, то есть, если у вас прям совсем белоснежная кожа, то этот вариант не для вас, скорее всего, но там, по-моему, в линейке есть и светлее тоже оттенки, поэтому можете себе что-то другое подобрать. Я же взяла этот, я не пожалела, потому что, действительно, мне нравится вот этот вот эффект загара, который он мне дает. И последнее, о чем я сегодня хочу поговорить, это хайлайтер, это тоже новинка бренда. Хайлайтер называется Wonder Glow Хайлайтер. У него, кстати, достаточно красивая упаковка, мне кажется, они начали немножко поднимать планку со своей упаковкой, хотя и до этого, мне кажется, все у них красиво выглядело, но немножко более строго, знаете, в стиле MAC, в стиле Make Up For Ever, что-то вот такое, а сейчас они, мне кажется, стараются сделать еще и что-то красивенькое. Хайлайтер, на самом деле, в упаковке выглядит просто умопомрачительно, вот так прям и слюнки начинают на него течь. Единственная проблема, которая у меня лично сложилась с этим хайлайтером, это его оттенок, потому что для меня это слишком желтый оттенок. Если у вас кожа еще более темная, чем у меня, вот для смуглой как раз это будет вообще отличный вариант, и даже для более темных тонов кожи, мне кажется, это будет очень красиво выглядеть. Вот так на него смотришь и прям видишь жир и сливки, потому что достаточно просто легкий сводч сделать, и это прям что-то такое мега сияющее получается, то есть действительно это даже похоже скорее на тени, нежели на хайлайтер. Вот этого уже более чем достаточно для того, чтобы создать, ну, как говорится, свечение из космоса. И еще небольшая проблемка этого хайлайтера в том, что он может подчеркнуть текстуру. Опять-таки, из-за своей вот этой излишней маслянистой формулы он может вложиться так вот насыщенно, слишком насыщенно на кожу, поэтому всегда, всегда после его нанесения я прохожусь спонжем с остатками тональной основы, и тогда все это сглаживается, и уже начинает выглядеть действительно красиво. Макияж я полностью закончила, и хочу дать вам последнее напутствие. Я считаю, что этот бренд очень интересный, он заслуживает вашего внимания. Если вы еще не знакомы с этим брендом, то я советую больше обратить внимание на продукцию, которая именно для лица, на их базы, на тональные основы, на те же бронзеры, хайлайтеры, если вам подойдет вот этот по оттенку, то тоже я могу вполне его рекомендовать. Глаза, в принципе, можно найти и в других брендах, даже дешевле, и по качеству немножко лучше. И на этом у меня все. Мой дозор окончен. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх, обязательно делитесь своими отзывами на косметику по ЭЗ. Я уверена, что многие из вас ее пробовали и даже не только то, что я показывала сегодня в видео, поэтому оставляйте свои комментарии, оставляйте свои рекомендации. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас вам предлагает другие мои видео. Если не смотрели, то как вариант, можете сейчас посмотреть. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. и и Продолжение следует...